Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол до жизни. Это продолжение карьеры за наш канал. Итак, сегодня у нас три интересных матча. Для нас теперь, наверное, в каждом выпуске будут матчи интересными, потому что не знаю, что ожидать от игроков нашей команды. В прошлом выпуске мы проиграли в Кубке Карабао. Кто не видел этот выпуск, можете посмотреть на канале. Проиграли в Кубке Карабао, но заработали свои первые очки в чемпионате, сыграв в Нечу Суонси и обыграв разгром на Сток Сити со счетом 3-0. Теперь у нас игра против Шеф. Вообще, ну, в общем, она идет сейчас, у нас прямо сейчас не матч. Это команда Шеффилд, просто Шеффилд, наверное, так и будет называться. Она идет на второй строчке, она еще ни разу не проиграла. Четыре матча из четырех. Также есть команда Ноттингем Форест. Вот она мне более известная, нежели чем даже Шеффилд, но он идет на Ноттингем Форест на седьмой строчке. У них 7 очков. Ну и также у нас тут, скорее всего, будут какие-нибудь матчи сборной. Хотя вряд ли, неделя всего лишь. Ну и также Брентфорд, которые идут ниже нас. Так что будем стараться. И сегодня у нас против Шеффилда выйдет второй состав. Сегодня у нас также дебютирует, я так понимаю, Гапонов. Ну и давайте также зайдем во второй состав. И немного поменяем амплуа. И дадим капитанскую повязку Вове. Потому что, мне кажется, он ключевой игрок во втором составе. Дов мне не ключевой, потому что он у нас в первом. Просто я решил пока что, пока не наберем хорошую форму, мы Кривохарченко не будем пока что выпускать. Ну вот так примерно. Ну что же. Первая игра против Шеффилда у нас. Первая игра в сегодняшнем выпуске. Итак, Престон против Шеффилда. Поехали. Итак, чемпионат начинается в сегодняшнем нашем выпуске с матча Престон против Шеффилда. Команда играет на второй строчке. Ни разу еще не проиграла. Четыре матча, четыре победы. Ну и сразу же пойдем мы в защитные действия. Будем пытаться как-нибудь на контратаках проявлять себя. И нарушение правил. Вот здесь уже и Гапонов нарушил. Очень хладнокровно здесь поступает арбитр. Да и игрок, на котором он сфалил, вот здесь вот в последний момент отдал мяч, чтобы заработать этот очень опасный штрафной. Пошла передача. Штангу попадаем спокойно. Буренков. Первый он здесь на подборе. Меломет с мячом. Юля просит отдать на нее передачу. Мы на нее отдаем. И вот она наша контратака. Контратака. Внимание. И забиваем. С контратаки Юля отдает голевую передачу на Романа Скворцова. И мы забиваем. И это 1-0. Мы выходим вперед против команды со второй строчки. Все шикарно. Отлично получилось выйти в контратаку. Опасный был розыгрыш штрафного. Но Дима Буренков отлично поборолся. Выхватил для себя мяч. И отдал идеальную передачу прямо в ноги на Юлю. Ну а та уже в свой момент отдала замечательный кросс здесь штрафную. На Романа Скворцова. Который забивает свой первый гол в чемпионшипе. Поздравляем его с этим. Скворцов. Отлично. Отлично. Передача на Скворцова. И тащит Вестфуд. Вроде бы все нормально. Но как-то удар даже не сильным пошел. Но хотя все замечательно. Вот посмотрите как начинает играть наша команда. Сыгралась как будто и все замечательно у нас. Масаковский навешивает на дальнюю штангу. Попадает удар. И все. Минимальная победа над командой. Которая идет сейчас на второй стройке. Мы выиграли ее вторым составом. Благодаря голу Романа Скворцова мы побеждаем. Лучшим становится именно он. Ну и вот рейтинги всех игроков в сегодняшнем матче. Голевой пас отдала естественно Юля. Сегодня вы смогли обеспечить победу еще до перерыва. Вы довольны тем как игра складывалась во втором тайме. Мне кажется мы наиграли на победу. Мы создали достаточно моментов. И счет мог бы быть и больше. Были сомнения в победе. Каким бы ни был результат я знаю что игроки будут биться до конца. Сегодня они это и продемонстрировали. Было трудно пробивать оборону Шеффилд. Мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. А Бернер сыграл хорошо. Но каких-то особых планов по его поводу у нас не было. Ответили мы на вопрос. Сейчас мы посмотрим на какую строчку мы попали. У нас упал рейтинг за то что мы победили. Вот это странно вообще. Но мы сейчас идем с вами на 12 строчке. Давайте сделаем какие-нибудь новые может быть тренировки. Все так же я хочу качать Жамаледдинова. Потому что это все таки классный игрок. Здесь все таки прокачаю Кучаева дальше. Центральных защитников давайте Вову мы прокачаем. В крайних давайте теперь потренируется Рамакер. Ну и на воротах все пусть так же качает. Нет, давайте все таки долго не попробуем. Уже качать. Потому что он у нас ключевой игрок. Главный на воротах. И рейтинг должен быть у него соответствующий. Приходят нам два сообщения. Константин Кучаев. Говорит, что в хорошей форме. И хочет сыграть с Ноттингемом. Мы естественно его выпустим. Дмитрий Ефремов. Правый полузащитник. 68 у него рейтинг. Неплохо. У нас на этой позиции небольшие конечно проблемы есть. И мы даже можем попытаться его подписать. Давайте мы это и сделаем. Почему бы и нет. Так. Вот эти все игроки, которые нам пока что не нужны. Добавим в список и договоримся. Да, насчет цены мы можем с ним естественно договориться. Мы сейчас снова встречаемся с Виктором Гончаренко. И будем договариваться. Предложим цену. Давайте рыночную, попробуем цену предложить. В смысле? Я же не туда нажал. Миллион двести. Они согласны. При перепродаже получат 8%. Для них было главное наверное. Но мы никуда его не будем продавать. Поэтому и никаких процентов не получит ЦСКА от этого игрока. Так, ну роль у него, он важный игрок. Потому что он у нас будет всегда в старте. Давайте теперь на 5 лет. 3 года хочет. Но это нам мало и сильно. Давайте на 4 хотя бы. На 4 они согласны. Отступные. Да, мы тоже не собираемся. Никуда его продавать. Ну и вроде как. Давайте вам зарплату. Опа, стоп. Что так? Они 8 хотели. Я бы 7 предложил. Пойдет вам или нет? Они еще подняли мне сейчас. Нет уж, давайте мы вам все-таки 7. Ну вот здесь немножко побольше вам дадим. 8.300 хотят. Я не знаю. Натего так тогда. Все. Так они согласны. Пусть 8.300 будет получать. Ну и все. Мы подписали Ефремова. Теперь у нас Юля наверное уходит все-таки. из состава. Будем мы ее иногда ротировать состав. Так же как мы Полину немножко теперь вытеснили из состава. Теперь у нас играет Гапона во втором. Ну и теперь в первом составе у нас просто шикарное нападение. Хорев, Козлов, Ефремов. Ну и в полузащите Кучаев, Вяткин, Мельников, Петраков, Казанских, Мельков, Трушечкин. И на воротах Александр Довня. Итак, начинаем пресс-конференцию. Гапонов сыграет в первый матч. Какие у вас ожидания? Он сыграл уже в своем первом матче. Не знаю зачем это спрашивают. Но он не будет сегодня играть. Так что скажем вот так. Иногда новичку требуется время, чтобы освоиться в команде. Но мы надеемся, что Гапонов сделает это быстро. Вяткин в последнее время находится в хорошей форме. Он будет чаще попадать в состав. Но он у нас в стартовом составе. Так что значит он будет. Скажем про ротацию. Я слежу за всеми игроками команды и за их желанием играть. Если Вяткин хочет закрепиться в основе, ему нужно использовать все свои возможности. Сможет ли ваша команда держать заданную планку? О лучшем начале сезона мы и мечтать не могли. Пока все идет отлично. Я надеюсь, что все игроки смогут поддержать форму на протяжении сезона. Ну что же, поговорили быстренько. Давайте почитаем, что про нас говорят в новостях. Дмитрий Ефремов уже в клубе Престон. 16 номер у него. Команда недели. И здесь у нас Дмитрий Буренков попал. И Юлия Лобанова вместе с Романом Скворцовым. Трое игроков у нас. Но они действительно шикарно отыграли. Жемальдинов блистает в первом матче за Престон. Жемальдинов не сыграл. Кучаев блистает в первом матче. И Жемальдинов снова не сыграл. Ну а теперь-то он у нас, конечно же, играет. Все отлично. Пока что Пакба до сих пор самая дорогая сделка. Кульбарит Ягу. Ну а здесь, кому интересно, можете посмотреть. Ну а мы переходим ко второму матчу в выпуске. Гостевой матч. Матч против Ноттингема Фореста. Поехали. Итак, начало матча. Проливной дождь у нас сегодня в Англии. Ну а мы готовы. Мы играем против Ноттингема Фореста. Они тоже неплохо выпускают. Но играют ниже, чем Шекелд, с которого мы обыграли в прошлом матче. Но все равно мы сегодня еще и первым составом должны побеждать. Я надеюсь, мы все равно будем так же действовать от обороны. И вот так вот отыграли в стеночку практически. Практически Кучаев сейчас. Входит Козлов. Забивает. И это 1-0. Выходим мы вперед на выезде. Отлично сейчас разыгралась связка из ЦСКА. Кучаев и Ефремов. И отлично они подключили еще к себе Козлова, который забивает гол. Выводит нас вперед на выезде. И он забивает свой уже тоже первый мяч. Мне казалось, уже тут многие по вторым мячам уже, по третьим. Может, нет. Все пока что только забивают свои дебютные мячи в чемпионшипе. Козлов. Еще раз. И забивает Козлов дубль в сегодняшнем матче. Вот так вот на всяких рикошетах забивает Андрей Козлов. Рады, естественно, болельщики. Но недовольны болельщики именно Ноттингема, потому что мы играем сегодня на их стадионе. Ну и голкипер, естественно, расстроен. Вот здесь сначала могли пробить отскок. Вот здесь еще на ногу отлично. И вот так вот аккуратненько низом забивает Андрей Козлов свой второй гол в чемпионате. И второй гол в сегодняшнем матче. Козлов пока что до конца практически борется. Кучаев. И это 3-0. Какую красоту сейчас забивает Константин Кучаев. Просто шикарно. Уже 3-0 к перерыву. Мне кажется, мы можем сегодня повторить... Ну, мы уже повторили наш пока что рекорд по именно победам. Максимальная была эта 3-0 против Стока. Но сможем ли мы сегодня сделать 4-0? Например, 0. Прямо в девятку самую забивает. Константин Кучаев, кстати, второй, наверное, его гол или третий? Третий гол. Вот Константин-то как раз у нас и забивал много. И вот забивает свой третий. Победа со счетом 3-0. Мы повторили наш рекорд. Пока что две у нас победы в сезоне с таким крупным разгромом. Обыграли Сток Сити со счетом 3-0. И обыграли Нотингем Форрест. Константин Кучаев, лучший игрок сегодняшнего матча. Почему Гапонов не сыграл в свой первый матч? Он сыграл. Я не понимаю, что это за баг сейчас происходит. Но он же играл. Ему нужно время освоиться в команде. Если он будет с таким же энтузиазмом работать на тренировках, у меня нет сомнений, что скоро вы увидите его в игре. Вы довольны игрой, которую показывает Вяткин? Нужно, чтобы Вяткин как можно дольше играл на таком же высоком уровне. Он сегодня здорово играл, отлично. Отличие великих игроков. Ну там много всего, это вы все, я так знаете, неинтересно. И все, это все нужно нам, лишь бы, чтобы настрой был хороший. Козлов сегодня был на высоте, что скажете? Я хочу похвалить всю команду за прекрасную игру. Да, Козлов выделялся сегодня, но все прекрасно знают, что в клубе Пресс, но главное, это команда. 81 у нас повысили немного рейтинг. Давайте мы посмотрим. За час до конца мы посмотрим все трансферы. Линделев взяли его в Хофенхайм в аренду. Анхель переходит из Хетафи в Лиль. Юветича покупает Торино, приходит он оттуда из Монако. Фигули из Турции, решил перебраться в итальянский чемпионат. Вилалба из МЛС переходит в Крузер. Это вроде как Бразильская лига. Барселона покупает игрока Ньюкаса, Лонгстафа за 7 миллионов. Алан Загоев из ЦСКА переходит в Майндс. Нам потом будет трудно покупать его, но мне кажется, он там уже по возрасту нам не будет подходить. И вот Монако покупает в последние часы до Сантоса. Ну что ж, давайте посмотрим на все трансферы. Никого не покупали, продали только. Может кому-то это будет интересно. Но мне больше всего интересно посмотреть именно на наш состав. Холсити вообще тут попродавал почти на 20 миллионов. Вот как ушел туда Леонид Викторович, так все. Начали всех продавать. Даже когда он приходил, мы потратили около 6 миллионов. Жамаледдинов, Кучаев, Гапонов и Дмитрий Ефремов. Да все вроде. Ничего, такой Сток Сити. Бинтеки купил. Все, мы по всем пробежались. Давайте теперь еще мы вот так вот посмотрим. Чтобы никто там потом не говорил, что может мы не договариваем. Потому что это самая дорогая сделка, это у нас Константин Кучаев из Козерии Спор. Он оттуда, ну он из ЦСКА естественно у него сейчас форма, как я понял. Ну из ЦСКА, да. Перешел он туда, мы его просто выкупили. Это цена выкупа, так бы они нам бы его естественно не отдали. Потому что недавно перешел Дмитрий Ефремов. Мы покупали напрямую у ЦСКА за миллион 200. За миллион мы всего лишь купили Тимура Жамаледдинова из Лечь Познан. Это вроде как польский клуб. За 800 тысяч евро мы купили Гапонова, игрок Спартака. Ну и Бангартнер, игрок Хофенхайма. Он у нас в аренде. Таких игроков мы можем брать. Действительно абсолютно любых в аренду. Лишь бы только российских мы можем покупать. Все заканчивается. Это у нас еще и трансферное окно. Тренер, я правда ценю, что вы прислушаетесь ко мне и даете играть пока я в форме. Твоя игра вдохновляет. Действительно. 740 миллионов за последний день было потрачено. Но мы проведем очередную тренировку. Саша Ромайкер у нас повышается в рейтинге. Теперь он 65-й. Приходят нам 4 сообщения. В Венгрии нам предлагают стать тренерами сборной. Мы пока что отклоняем. Максим Глушенков. ПФАшник. Но у нас уже появился. Как вы помните. Дмитрий Ефремов. Рифат Жамалединов. Отличный тоже игрок. С хорошим рейтингом 71. Можем его если что подписать. Зелимхан Бакаев. У него рейтинг 72. Это тоже неплохо. Будем наверное бороться за них. Ну и Рифат Жамалединов. Теперь они Жама. Мы всех посмотрели. В общем. Да мы всех уже посмотрели. Ну и давайте. Очередная тренировка у нас. Ну и кстати ребят. Вот такой еще баг. Я нашел. Кому будет может быть интересно. У нас когда я создавал игроков. Не было такого. Что я бы мог поставить позицию фланговым. Там ЛП, ПП. У нас только были вот левые нападающие. И все. Вот ЛФД написано у меня. У Масаковского. Правые форварды добивающие. Или как это я вообще не знаю. ПФД. У Юли и у Матвея. И как вы видите. Я не могу тренировать Дмитрия Ефремова. Ну вот просто не могу. Потому что его здесь нету. Вот я сейчас прокручиваю. Его просто нет. Ну вот такой баг я еще нашел. Гапонов кстати у нас. Неперспективный. Как мы понимаем. У Гучаева есть эта стрелочка. Также есть у Жамалединова. А вот у Гапонова ее нет. Ну что же провели тренировку. У многих некоторые показатели прокачались. Но рейтинг ни у кого пока что не поднялся. Ну а мы между прочим идем пока что на седьмой строчке. Я так понял. Первые две точно выходят. А третья, четвертая, пятая, шестая. Они борются за выход в Премьер Лигу. И это отлично. Мы будем бороться. Сейчас я даже так посмотрю где. Эти всякие стыковые матчи там всякие. Да вот. Одна вторая плей-офф на повышение. То есть четыре команды встретятся между собой сначала у себя. Ну и потом там наверное две команды уже вот эти вот и будут бороться с командами из Премьер Лиги. За выход в английскую элиту. У нас матч против Брэндфорда. Сегодня мы играем вторым составом. Мы играем сейчас... Некоторые сыграли там конечно уже свои матчи. Но мы играем на восьмой строчке. Буквально два места и мы попадаем уже в зону стыков. Третья, четвертая, пятая, шестая строчка, как мы уже поняли, играет между собой два матча. Ну там по жеребьевке как-то. Может быть третий, пятый, четвертый, шестая, как-то так. И потом уже две команды, которые выиграют в этих матчах, играют с командами, которые заняли получается восемнадцатое и семнадцатое место в английской Премьер Лиге. И борются за кто-то за попадание в Премьер Лигу, кто-то за оставание там в этой лиге. Но у нас игра против Брэндфорда, который вообще сейчас на 23 строчке. И они сразу вылетают в зоне вылета Бирмингем, Брэндфорд и Лутон Таун. Брэндфорд еще ни одного матча не победил. Но я не хочу, чтобы они победили именно нас. Мы играем сегодня вторым составом. Даже, может быть, и рискую, но выпускаю Кривохарченко, потому что давно он у нас не играл. Да, сохраняем. Ну и также давайте зайдем в центр составов. Вот этих всех тут игроков, которые у нас были, мы, естественно, продадим. Хоть какую-то копейку мы с них получим. И давайте насчет тех игроков, которые мне пока что вообще не нужны. Я понимаю, что они качаются, конечно. Я просто добавлю в аренду, например, Полину. Потому что сейчас мы купили уже центрального защитника. Если, ну, не вижу смысла пока что оставлять. Конечно, если травмируется игрок, нам придется, наверное, тратить деньги и вызволять из аренды. Ну и также Юлю. Девочек мы пока что отправим в аренду. Посмотрим, какие вообще клубы за них интересуются. Но продавать, сразу говорю, я никого не буду из состава именно наших игроков, которых я лично сам создавал. Посмотр вакансий здесь чемпионшип Лидс, Миддлс Бро, Нотингем Форест, Квинс Парк, Рейнджерс. Они идут сейчас на 20-й строчке в лиге Бирмингем, 24-й, Чарлотон, Дерби, ну, здесь прям таких. И нету, вот, Фулхэм ищет тренера. Очень много команд, которые ищут тренера из чемпионшипа. Кардив, например, вот давайте просто мы посмотрим. Я подам заработать прямое повышение в классе, они хотят. Ну, я просто возьму и подам в Кардив-Сити свое резюме, предложение о работе. И мы посмотрим, согласятся ли они. Если согласятся, то мы откажемся. Итак, у нас матч Престон против Брэнфорта. Поехали. Итак, последний матч в сегодняшнем у нас выпуске. Мы играем против команды, которая играет ниже нас. Она играет в зоне вылета. Но мы отлично отыграли с командами, которые играли выше нас. Так получилось, что когда мы обыграли Шеффилд, они были на второй строчке. И когда у нас был матч с Ноттингемом, они тоже попали на вторую строчку. И мы дважды обыграли команду со второй строчке. Вот так вот получилось. И сегодня у нас важный матч, в который я вот сейчас уже могу пойти даже в атакующую тактику. Пошла снова передача. И это 1-0. Пропускаем мы от команды, которая идет ниже нас. Странно, конечно, мне кажется, не от того, что здесь даже на воротах Кривохарченко стоит. Просто, мне кажется, Брэнфорд как раз выпустил сейчас стартовый состав. А те команды, которые играли против нас, они не выпускали. Вот, мне кажется, из-за этого все-таки все зависит. Кучаев. Видите, с мячом Баумгартнера пробил. И это 1-1. Восемь вторая минута. Баумгартнер замечательно забивает, сравнивает. Что-то додавили. Додавили, получилось. И отлично. Хотел я даже его уже менять. Но все. Шикарно у нас получилось. Радуются, естественно, болельщики наши. Здесь держит, держит. Еще и вот так вот пробил. Какой-то парашютик прям в девятку получился. И Кристоф Баумгартнер забивает свой первый гол в чемпионшипе. И все. У нас ничья 1-1. Сыграли. Очень, мне кажется, плохо пропустили. Мне кажется, это все-таки не от Кривохарченко зависело. Лучшим стал Кристоф Баумгартнер. Да, в матче. Он сделал один сейв за весь матч. У них в створ было всего лишь три удара. Все. Один из первых ударов и залетел. Ну, это странно, мне кажется. Почему Ефремов не сыграл свой первый матч? Вот что это опять? Он играл свой первый матч. Хороших вещей можно и подождать. Мы все ждем, когда Ефремов выйдет на поле. Ему самому не терпится показать вам и болельщикам, на что он способен. Скоро вы все увидите сами. Что скажете о сильном дебюте игрока Гапонова? Он уже второй матч играет в старте. Лишнее давление игроку не нужно, если он продолжит развиваться. А в этом нет никаких сомнений. Болельщики будут помнить его еще долгие годы. Вы рассчитывали на ничью после первого тайма? Да, даже когда счет был не в нашу пользу, у меня не было сомнений, что мы не проиграем. Этот клуб всегда сражает до конца. Сегодня мы это доказали. Но обидно, что потеряли очки Полина и Юля, вот как раз начали говорить. У меня тут игра как-то не очень складывалась, так что рад, что вы рассматриваете варианты дать мне в аренду. Аренда поможет твоей карьере, аренда поможет твоей карьере. Все, поговорили. Южная Африка, Финляндия следит за нами, как за тренером сборной в будущем. Жамалединов, Айвазян и Вова Мишин повышают свои рейтинги. 68-й получает Жамалединов, 64-я Серега и 69-й Вова. Престон пока что опускается на восьмую строчку. Вроде мы на ней так и были, что все нормально. А Кардив-то согласен нас взять, но мы отклоняем. Хоть сейчас Кардив идет и на первой строчке. Нас это не сильно и волнует. Ну что же, в следующем выпуске у нас будет игра против Бирминги-Сити, Бристоль-Сити и против Миддлсбро. Сейчас я быстренько посмотрю, на каких они там позициях. Ну вот Миддлсбро уже на пятой строчке я увидел. Но значит остальные ниже, Бристоль на одиннадцатой и Бирмингем на двадцать второй строчке. Вот так вот давайте еще и быстренько пробежимся по статистике игрока. В нашем клубе, естественно, здесь, я так понимаю, нету, кто должны. Вот Кучаев замыкает практически список бомбардиров на двадцать третьей строчке. У него три забитых мяча за шесть матчей. Пока что максимум это восемь мячей у Форестьери из Шеффилда, которые с нами играли. Но мы их победили минимально вроде 1-0. Голевые пасы больше всех у нас. Он сейчас лидирует. Это Козлов. Четыре голевые в пяти матчах. Отлично. Ну и матчи по Зуху насухо здесь. Довня четыре матча насухо из шести. Максимум пока что у Уэстфуда пять матчей. Ну и здесь, мне кажется, нас и не должно быть. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое вам спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Поставьте лайк, если вам понравилось. Если есть какие-то новые идеи у вас или предложения, напишите об этом обязательно в комментариях. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok